Дождаться автобус номер 7 на станции Ферсановка, по словам Ольги Чуприной, большая удача. Общественный транспорт, утверждает пенсионерка, ходит здесь крайне редко. Не могу ездить, нормально ездить. Мы с внуком стоим по 40 минут, заберзаем ноги. Представьте себе, 40 минут подождать на морозе с ребенком. Интервал, указанный в расписании, не превышает 30 минут. Однако реальный график движения автобуса номер 7, со слов Ольги Чуприной, этому расписанию не соответствует. Поймать транспорт не получается и в мобильном приложении Яндекс.Карты. То и дело, он исчезает с платформы. Сегодня опять ни одного автобуса Яндекс.Карта не отображается. Хотя мы с вами едем на нем. Почему не отображается? С просьбой разобраться пенсионерка обратилась в администрацию. В режиме видеосвязи о проблемах рассказала лично главе округа Дмитрию Волошину. Давайте разберем по порядку эти вопросы и сделаем так, чтобы сегодня мы их решили. Больше мы к ним не возвращались и были довольны качеством обслуживания автотранспорта. Глава дал распоряжение и уже спустя несколько часов делом занялся начальник отдела транспорта и связи Денис Гаврилов. По словам специалиста, на сегодняшний день на линию уже вывели три автобуса номер 7. Совершают они 27 рейсов в день. Разобраться попытались и с неполадками в мобильном приложении. О том, чтобы пассажир всегда мог видеть необходимый ему автобус, уже позаботились. Директор филиала компании Стартранс, Юсупов Исар Рамзанович, гарантировал нам, что все автобусы будут подключены к системе Яндекс.Карты. Все автобусы начнут отображаться на платформе уже 1 февраля. Чтобы оценить ситуацию лично, вместе с заявительницей, специалист отдела транспорта и связи проехал по маршруту седьмого автобуса. По дороге заострил внимание и на других проблемах. Одна из тех, что предстоит решить в ближайшее время – отсутствие модулей на нескольких автобусных остановках. Здесь вообще полностью ничего не обустроено. То есть необходимо обустройство заездного кармана, необходима установка остановочного павильона, знак автобусная остановка, ну и необходимо все погодки. Качество транспортного обслуживания продолжат мониторить. Глава администрации Дмитрий Волошин дал неделю на исправление шероховатостей в работе. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров и Николай Забродин. Новости Химки ТВ.